Угу, да. Угу, да. Угу, да. Ну... Угу, да. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Ну, лучше в записи потом. Значит, насколько... Алло. Ну, тогда я продолжу. Значит, программы, продукты, банковские продукты, это в основном кредиты, депозиты, ипотеки, страхование. Иногда дополнительный банковский или небанковский, в общем, продукт. Слово банк, это чаще всего, в моем понимании, по крайней мере, это как бы финансовое учреждение, которое имеет лицензию банковскую, на ведение определенных видов деятельности. Как только лицензию теряет, то юридическое лицо остается, но вести деятельность уже не может. А потребительское общество, оно может использовать любой финансовый институт, как бы компания, да, выпускать карты может вообще кто угодно. Другое дело, что проводить операции платежей, ну, собственно, это финансовая просто операция, да, то есть не обязательно быть банком. Ну, в моем понимании, то есть, возможно, это не так. Алло. Получается, что, как бы, насколько я понимаю, уже переговоры вели, необходимо просто-напросто, как сказать, структурировать информацию, описать, присоединиться. А тут возникает вопрос про программную часть. Вот я как программист, для меня одно из таких важнейших, как бы, центральной частью является база данных. Собственно, тот, кто владеет базой данных, кто может ее управлять, тот владеет и системой. Понятно, что там люди, самое главное, но если закрыть сервера, то структура рушится. Ну, это как кровь экономики, да, деньги и система, которая обеспечивает транзакции, обеспечивает, как бы, хранение информации о том, кто, кому, сколько, чего, когда, куда. Вот, это сам, как бы, в информационном век, да, и вот в системах это вот одно из самых главных. Насколько я понимаю, мастера жизни, это компания, да, потребительское общество, которое заключило договор с Приватбанком, и операции по переводу денег и, как бы, начислением производятся на серверах Приватбанка. Или не так? Ну, в моем понимании архитектуры с перерывами там не совсем понял. Хорошо, проводник. Если вы рассматриваете другие банки тоже, возникает вопрос. База данных пайщиков, база данных операций людей, она у вас, вот, то есть у вас есть, как бы, люди, программисты, айтишники, да, которые, как бы, написали некоторый сервис. Через сайт Мастера Жизни, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, очень хорошо. Здесь, как сказать, в общем, много у нас, по крайней мере, то, что говорят, в итоге упирается в то, что кто это делает. У вас, я вижу, есть команда людей, которые уже, по всей видимости, давно работают, есть программисты-разработчики. Ну, я сам, как разработчик, я для себя пришел к выводу, что необходимо три составляющие. Это, собственно, программист, который делает, человек, который хорошо продает, распространяет информацию, общается с людьми, и человек, который объединяет одного с другим, ну, руководитель, есть еще одна роль, это визионер, который придумывает эту систему, да, как продвигает. Ну, ладно. Так вот, если мы говорим, допустим, в России, необходимо будет чуть-чуть оптимизировать. Насколько я понимаю, сразу прибежит много людей, которым станет это интересно, они захотят в этом участвовать, и необходимо будет, наверное, сделать им предложение. А предложение, как мне кажется, вот то по реферальной системе, да, что региональный представитель, да, по франшизе, то есть, условно говоря, там тысяча гривен, платишь, и потом присоединяешь там трех человек, уже они отбиваются. То есть, это за присоединение к системе и использование ПО. Возникает вопрос, как бы эта система, как бы описание получит, да, узнают ее. Что будет мешать сделать свое собственное потребительское общество на банке российском, да, то есть, в принципе, как бы зарегистрируют и будут такую же свою собственную реферальную сеть, и франшизу никому платить не надо, то есть, создадут клон. То есть, есть ли механизм, который бы позволял мотивировать не создавать копии, а присоединяться к существующему? То есть, есть ли механизм, который бы позволял мотивировать, да, риск, шуматный кризис, а танки маршру skill을? Я не знаю. ıt切 campo, короче говоря. Возникает так, как усоединяем там себя подозревающееandingение. То есть, есть ли звук. Продолжение следует... 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 дивиденды и прибыль и так далее у вас насколько я понимаю модель примерно плюс-минус ну в общем у вас создана система какая-то плюс будет предоставляться программная платформа ну сайт в общем плюс ну карточки напечатать ладно тогда присоединение к этой системе плюс договора с банками все это как решение для присоединения предприятий и частных лиц правильно вот вот этот сайт пока он еще не готов ну то есть это 2016 году да правильно я понимаю вот пока не готов ценность не такая большая то есть для того чтобы ее внедрять другие государства то есть это предмет пока да но и и и и и и Продолжение следует... 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 И передавая это трансгранично по системе, по системе, вот как в AppMoney сделано, в AppMoney, это, насколько мне известно, это векселя электронные, а через потребительское общество то же самое ПАИ. То есть я, имея на своем кошельке, допустим, 10 тысяч единиц каких-то расчетных, да, я приезжаю там, допустим, в Украину и обмениваю их там, ну, то есть вывожу как материальную помощь в виде товара под названием гривна. Вот приезжаю там, не знаю, в Америку, вывожу в виде долларов, да, по какому-то там курсу, установленному внутри системы потребительского общества. Это ладно. А создание системы централизованной несет некоторые угрозы. Вот, угроза рейдерского захвата, разрушения, там, то, что владельцы с ума сойдут или еще что-нибудь. Короче, любая централизованная структура, она, ну, она уже по определению, она уже имеет центр. Вот, по которому можно ударить. Что? Алло? 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 Продолжение следует... Так, поподробнее надо, я не совсем понял. Значит, по... Алло? Да, сейчас слышно. Что есть? А, ну, вот, насколько я понял, сейчас вот расскажу. А получается, пускай, допустим, две тысячи предприятий. Каждое предприятие, как бы, вокруг себя собирает комьюнити какое-то. И регистрирует свое собственное потребительское общество. Вот, для того, чтобы рассчитываться с другими, ну, так как продуктов надо много разных, а все сразу произойти мы не можем, то нам надо обмениваться. Обмен, насколько я понимаю, легко осуществляется внутри одного общества. Или общества могут входить друг в друга и таким образом обмениваться по яме на уровне общества. Правильно? Да. Вот. Здесь называется союз. Ну, чаще всего там называют... Ну, или альянс, там, или как угодно. Так вот, расчетные единицы и расчетный механизм между этими потребительскими обществами, плюс, как вот эти карточки, да, то есть это механизм, который централизованный. Правильно? Нет? Так, я пока не... Так. 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 Хорошо. Я имею в виду то, что как бы сайт Мастера Жизни, он один. Так? Вот. Пайщики, люди, вне зависимости от того, значит, в каком городе они находятся, там, к какому отделению присоединены, к какому потребительскому обществу он присоединен, они, скорее всего, будут пользоваться одним каким-то сайтом, порталом. Так? Или нет? Пока, да. А в дальнейшем, вот, допустим, предположим, что кто-то решит обезопасить, так сказать, и создать свой собственный сайт. Сказать, что мы, как бы, мы не конфликтуем, ничего. Ну, вот, для надежности, мало ли, может, у вас домен отнимут, еще что-нибудь произойдет. Вот, чтобы этого не было, мы сделаем у себя копию такую. Вот. И в этот момент возникает архитектурный вопрос. То есть, во-первых, возможно ли это, да? Во-вторых, как будет обмен данным происходить? А если база данных будет и там, и здесь, то кому платить эту франшизу? Ну, вот, предположим, вот головной офис, да? Ну, вот. Ну, я... Ну, политически... Погодите. Политические вопросы, по-хорошему, здесь вообще никаким боком быть не должны. Почему? Потому что потребительские общества это международное. Вот. 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 Там оно оптимизировано. Ну... Ну... П пригодится. Крым. Ну... Т Deaf. Александра. П相вы. Ну, это можно делать. То есть, в нашей стране не лучше, то есть, точно так же могут легко запретить сразу розчерком пера, и как бы все пойдут лесом. Поэтому, почему я говорю там про международную, потому что пайщиками, то есть, я, в принципе, могу стать пайщиком какой-нибудь мандрагории, и, в принципе, мне запрещать-то никто не будет. То есть, это трансгранично, и поэтому, если запретят в Украине, в Белоруссии, в России, там, и во всем остальном там полушарии, то легко найдем другую страну, где это разрешено, и туда, собственно, все пайщиками пересоединимся. Есть фундаментальная проблема, решение которой я сейчас на данный момент не вижу. Это централизация базы данных и системы передачи данных, хранения и передачи. Вот. А я пока ответ не услышал, но вообще я понимаю, что есть желание и то, что отделение, но, как бы, я не знаю, может быть, или сейчас, да, продолжим, или, может быть, в следующий раз созвонимся, да, сколько мы уже болтаем. Да. Угу. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я сейчас еще хочу сделать... Там архитектурно, технологически это, наверное, отдельно лучше обсудить. Это длительный такой, и может быть даже переписки лучше. Здесь момент в дальнейшем по разделению баз данных, в частности, и то, что в регионах будет, допустим, храниться информация по локальным делам, и когда необходимо что-то в другом регионе, то надо передать... Ну, как бы, ну, синхронизация, в общем. Понятно, что, чтобы этой системой пользоваться, необходимо за нее платить и это ежемесячная плата по франшизе, по той же самой. Возникает такое предложение, если говорить о трансграничных, да, и создании, может быть, ну, региональных, не региональных, не знаю. В общем, локальных таких центров, да, допустим, не знаю, Россия, Украина, например, два локальных центра, которые между собой входят в альянс, да, такой или союз, или как угодно назвать. Ну, пускай, значит, о том, что так как находятся в едином экономическом пространстве на планете Земля, и необходимо друг друга поддерживать, ну, естественно, потому что иначе это будет раздрайк какой-то, то есть конкурировать, входить, ну, следующим образом, организовывать общий фонд. Что такое фонд вообще? Понимание большинства людей, насколько, ну, я могу судить, да, это какое-то накопление чего-то там, и потом распорядитель этого фонда сидит и распоряжается. Я считаю, что вот кооперативная система управления, ну, как копное право там, или как, в общем, когда есть, ну, совет старейшин ее называют, это люди, которые понимают, ну, как бы максимально хорошо происходящее событие, и могут в совокупности вместе принимать решения. Ну, собственно, один человек, один голос на этом уровне принятия решений. Вот важный момент. И, ну, вот я называю там кооператив-кооперативов, то есть этот альянс или союз, то есть региональные там все, как бы, входят в большой союз союзов, ну, или кооператив-кооперативов, в котором общий фонд. Получается, здесь нету такого, что кто-то один платит кому-то другому, то есть все платят в общую. Другое дело, что там перераспределение этих фондов, это отдельный большой разговор, который, ну, как бы, точно не сейчас, да. И это, как мне кажется, позволит объединить людей, которые на данный момент, вот то, что я наблюдаю, как лебедь, рак и щука. То есть, говорит, ну, вот, сколько я общаюсь, там, один говорит, я буду свое делать, и все, он закрылся от мира, и делает что свое, другой свое, и так далее. При этом каждый приглашает к себе, но с условием, что, там, я буду работать, там, на него, да, вот так вот. Я считаю, что никто ни на кого не работает, все только сотрудничают, вот. А так как мы находимся в общем информационном пространстве, и, ну, на одной планете Земля, да, то вот мы все между собой и сотрудничаем. В какой мере, да, в каких пропорциях, это вопрос большой, который определяется только в процессе. Есть для этого система Водянова, которая говорит о том, что каждый оценивает каждого. То есть, если говорить про будущее, какие-то вложения, распределение, там, не знаю, дивидендов, то оно зависит от того, кто сколько чего сделал. Вот. Есть много людей, которые уже, ну, не один год, да, занимаются кооперацией, создают свои локальные сеть друзей, там, присоединяют, общаются, делают бумажные, там, кооперативы. И присоединяя этих людей в однозначном порядке, типа, ну, вы теперь пользуетесь нами, оно, скорее всего, будет не очень. То есть, они тоже сделали довольно большую часть работы. А вопрос, какую часть работы, он определяется в момент присоединения, и потом в процессе, как бы, работы каждый человек привносит что-то новое. На мой взгляд, в системе необходимые части, это, ну, первое, люди, да, второе, это программные инструменты. Создание сети людей, это отдельная большая вещь, которая, ну, не знаю, там, процентов 70, наверное, всех работ. А создание, как бы, программной части, плюс присоединение банковских структур, ну, или, вернее, так, финансовых структур, да, для того, чтобы обеспечивать платежи, это еще тоже большая часть работ, которая тоже уже проделана кем-то, да, и здесь велосипеды можно изобретать свои, конечно, там, тратить время, а можно просто использовать уже готовые. И присоединяя этого человека к себе, да, компанию в общую структуру, уже предлагать ему долю от будущей, там, перераспределения. Так вот, эти франшизы, те же самые, да, если говорить, это плата за пользование системой. Систему создают многие люди, не только в Украине, но и, вообще говоря, по всему миру, но вклад определяется в момент присоединения. Ну, мне кажется, обычно так поглощение или, как это, присоединение одной фирмы к другу, ну, вот, альянс, когда создали. Ну, это отдельно, это лучше текстом, вот, я тут составлял письмо, вот, рассылал там между, ну, оно сырое, пока еще надо там перерабатывать. Могу прислать, если почту напишите, я называю это сеть клубов, клуб предпринимателей и бизнесменов. Ну, надо говорить, клуб производителей и потребителей, вот, таким образом. Да, вот, при этом клуб, есть клубная система, она единая для всех, это правила игры, а есть клубы, которые, в общем-то, они независимы, вот. Ну, это ладно, если напишите почту, ну, или в фейсбуке, или где угодно, я пришлю, там описание, ну, оно еще сырое, конечно, но, тем не менее. Я, так, вот, на следующий... В скайпе можно, я скайпом пользуюсь, только вот, как бы, запустил, поговорил и выключил. Скайп это... Это не то, что помойка, в общем, это проприетарная система, которая создана для наблюдения за людьми. Вот, в ней, то есть, ну, известно, да, то, что Microsoft, когда выкупила, договорились с ФСБ и с... Ну, в тех странах, где, ну, спецслужбами тех стран, где она разрешена, что все разговоры записываются на серверах скайпа и хранятся там какое-то время. Вот, только при этих условиях дали разрешение на использование. Поэтому скайп, это, ну, как бы, такая программа, которая следит за вами. При этом, когда она запущена, в любой момент времени, она может... Так же, как, там, мобильный телефон, может собирать... Да, то есть, так же подключаться к микрофону и к камере. Вот. Ну, это, в общем, как бы, мало относится. То есть, пока мы не делаем ничего противозаконного, бояться нечего. Воевать... Воевать... Смотрите, значит, воевать ни с кем не надо, абсолютно это невыгодно. Всегда надо со всеми сотрудничать. У нас, вот, политика в нашем клубе инноваторов такая, что у нас врагов вообще нету. Есть люди, которые, ну, еще не понимают новых технологий, но они неизбежно все равно их поймут. При этом ничего плохого нету в том, что не понимают на данный момент. То есть, надо все понимать. Просто люди, у каждого свои амбиции. Каждый правитель той или иной территории, страны, он, естественно, властвует на территории. Но так как мы ведем деятельность в интернете, то она уже не подчиняется какой-либо юрисдикции какой-либо территории. Да, территориальность теряется. Кроме того, вот, опять же, определение то, что мы приходим в какую-то страну, тоже люди, люди, пайчики, могут находиться на территории планеты Земля. Вот, если они являются гражданами, там, Украины, или, там, Беларуси, или России, это ничего не значит. Они могут пользоваться системой на равных, вот, абсолютно равных условиях со всеми остальными участниками. Продолжение следует... Ну, у меня на эту тему там целая идеология написана, но это такая длительная тема. Сейчас я... А мы можем сделать какую-то отдельную запись, потому что, ну, чтобы по 10 раз одной тоже не болтать, а людей, в принципе, довольно много, которые интересуются. И потом просто ссылки кидать гораздо проще, чем то же самое говорить. А, нет, это на моем сайте libra.ly, там идеология, то есть на главной страничке. Вот, ну, то есть... Так, ну, идеология, вот, libra.ly. Вообще проект, который начинал, это libra... Ну, вот, есть домен libra.many, вот, либо libra.many.org. Вот, там статьи, публикации, в общем, программная часть, она на гитхабе, но она в замороженном состоянии. Вот, то есть я уперся в то, что очень сложно объяснить людям вообще, для чего это нужна система экономическая, там, ну, вот, если про libra.many, да, говорить. Вот, фактически это кооперация, но, как сказать, расчетные единицы, да, они появляются в момент создания ценностей. Если в потребительских обществах при внесении пая, да, а пай это, ну, товар обычно, либо, если это услуга, то это как-то какой-то флайер, там, на услугу, например, вот, то в libra.many ценностью являются нематериальные активы. То есть, например, фильмы, музыка, там, open-source программы или технологии. Ну, например, человек говорит, я написал книжку, и вот, я ее принес. Ну, как бы, хорошо, товар, книжка, это отлично, но сам товар бумажный, он нафиг не нужен. Нужна электронная, а электронную очень легко скопировать. Нельзя сказать, что она находится у кого-то одного или у кого-то другого. А так как она легко копируется и находится сразу у всех, то, значит, она бесплатная. Вот. А человек затратил много времени на ее изготовление, и получается несправедливо, что он работал-работал, а потом опубликовал, и оно бесплатное стало. Вот. Чтобы такого не происходило, ну, то есть, вернее, чтобы сделать справедливую систему, ну, в моем понимании, и человек, автор произведения, там, фильмы или музыку, или технологию, да, какую-то изобрел, он не бегает, не патентует, он не запрещает никому использовать там, он просто, как бы, открывает это миру. А другие участники системы, они оценивают, что да, молодец, сделал классную вещь. И вот эта оценка, она автоматически дает эмиссию денег. Ну, теория простая. Допустим, фильм, вот, пока человек не создал этот фильм, его не было. Когда он его создал, то появилась новая ценность. А так как у нас эмиссия денег, по идее, да, она основана на существующих ценностях, то, значит, необходимо выпустить порцию эмиссии денег. Ну, это вот к либромании относится. Либромания, я про него говорю, он сейчас в замороженном состоянии. Он будет реализовываться неизбежно после того, как наладится система с физическим миром. То есть, вот, кооперация, это про физический мир. На территории, там, вот, либо это услуги, допустим, там. Ну, короче. А вот то, что в нематериальном, в интернете, это вот, как бы, та же самая модель, но в интернете. Так, ну ладно, я предлагаю тогда на этом пока остановиться, да? Продолжение следует... да я полностью согласен у меня вот такое предложение я стараюсь где-то раз в неделю созваниваться чтобы не терять вот связь иногда может быть что-то не получается ну там через неделю до можно созвониться то есть вот у меня предложение где-то там на выходных плюс-минус списаться в общем будет время созвониться к тому времени может быть вместе значит есть вот у нас несколько людей может быть нам также присоединяться можно сделать такую конференцию но чтобы это не было как балаган да мы можем это сделать ну формате допустим ответ вопрос или допустим диалог двух человек вот остальные слушают или в записи просто сделать ну в общем как угодно можно сделать давайте на выходных спишемся вот и там уже созвонимся еще раз да мы в любом случае будем это вместе развивать потому что людей понимающих их мало и вот то что вот я увидел я считаю что как бы ну то есть мы неизбежно будем вместе работать хотите или не хотите вот именно да ну а кроме нас никто ладно хорошо приятно было пообщаться все давайте спишемся сейчас письмо отправлю все давайте все давайте до свидания